здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем подготавливать горячему копчению окорочка самая дешевая куриное мясо ну соответственно провести инспекцию просмотреть лишний жир срезать легкие потому что как бы окорочок весит хребтом для экономик конечно режут здесь остается легкий это все обязательно убираем промывая солить их буду шприцевание 10 процентов к весу к общему весу окорочков здесь у меня три килограмма 300 миллилитров рассола но я увеличил в полтора раза может два раза увеличить так как все равно рассол вытекает с нее так что у меня там сейчас у меня там 450 миллилитров так у меня 20 грамм соли на 100 миллилитров сахара 3 грамма плюс на общий вес у меня получается 0 5 грамма антиокислителя аскорбат натрия у меня будет и я еще в рассол бахнул столовую ложку соевого соуса терияки все начинаю шприцевать шприцы вот этом где-то 60 литров воды и получается где-то надо один полный шприц покорочок погнать и еще чуть-чуть воды 60 литров рассола и по кости его видео выливает не весь рассол поэтому я увеличил количество рассола являшку все у такой-то корочок прошприцован и так со всеми поступаем соответственно укладываем в тару шкура полопанная магазин и окорочка самая дешевая можно сказать мясо шкура замороженные были замороженные красивые не охлажденка заморожен а размораживаешь там как говорю как этот как поле чудес не угадаешь что-то может во всяком случае можно приготовить вкусные копченые окорочка делаем для себя друзей угостить родственников угостить что они поймут как сказать понять и простить осталось тут чуть-чуть на корочка выливаем ну все так вот закрываем их какой пищевой пленкой 0 и крышкой соответственно и отправляем в холодильник на засолку на 12 часов но обычно вечером делаешь на ночь утром уже часов 9-10 на 12 часов они просолятся будут отличные соленая корочка когда кстати я беру 2 процента получается соль вот ну да на 100 литров 20 процентов соли кому кажется что это слишком соленая можете использовать 18 можете уменьшить это уже дело ваше мне нравится когда именно 20 процентов они обалденные вкусные созревшие и ничего не пересоленные окорочка отправляем на засолку а дальше уже через 12 часов продолжим уже подготавливать непосредственно к копчению ну прошло 12 часов как вы настрисовали окорочка все они просолены так я уже вода вот кипятится у меня сейчас берем вот окорочок один на щипцами там вот вот так вот и опускаем кипяток секунд до 15-20 это что последующая шкурка была у нас мягкая не сухая так вот чик секунд 15 подержали и все достаем она становится блестящая насыщенная такая и так поступаем со всеми окорочками шкурка порванная ничего страшного сделаем ее вкусную красивую курочку ну все таким образом ошпаренная курочка окорочка он порванная шкура но она изначально была порвана где-то я там зубочистка им подтянул чтобы она красивая шкурка была все пойдем по коптим вкусные окорочка ну так вот окорочка болты хоть так повесить хоть так повесить будут располагаться в коптильне электростатику использовать не будут видите даже решетку отодвинул чтобы она не мешала решетку эту экраны эти с шипами все отправляю коптильню выставляю температуру 35 и доводим оттепляем оттепляем окорочка вон щуп а через дымоход упустил с правоком и вот так вот при 35 градусов коптильный до оттепляем до 25 внутри окорочков ну все включаем я поставлю на 40 так как верхней точке разница температур 5 градусов где-то между центром и верхней точкой коптиль ставлю на 40 в районе окорочка будет где-то 35 температура уже набрала отключилась в окорочках 19 градусов доводим до 25 градусов при 35 центре камеры коптильный температура достигла 25 при 35 повышаем температуру до 60 и доводим внутри окорочков 40 это и будет у нас сушка при 60 до 40 все температура достигла до 40 при 60 этап сушки мы прошли повышаем температуру до 90 95 и закладываем дровишки буквально пару дровишек дать аромат дымка маленько положить цвета две дровишки там буквально минут на 3 коптить буллали без статику буду не буду включать если кому-то прям хочется включить статику то минут на 15 и не забыть достать и все и потом полчаса коптим переводим температуру на 80 85 и доводим до готовности 71 73 градуса еще раз выставили температуру ноги на 90 закрыл закрыл вложили дровишки коптим минут 30 и потом понижаем температуру до 80 85 и соответственно доводим уже до готовности внутри окорочков 71 73 градуса ну минут 30 40 подымели убираем температуру на 85 80 85 зольник отключаем нагрев и все нагрев и все прогреваем уже само окорочок до температуры 71 73 градуса внутри ну все температура достигла 72 градуса все это выключаем выключаем и открываем порог вот такая такие вот окорочка получаются отдаем ему остыть общее время приготовления составила 3 43 часа 40 минут вот такая вот курочка поровная шкура к ну ничего вкусная ароматная курочка даем остыть полностью ну и все и будем кушать но на карачка и готовы после копчения остыли в холодильнике отбежались и вот она это с зубочистками чтоб шкурка не слетела зубочистки убираем ну и прям разламываю вот такие вот окорочка внутри полностью видишь они приготовленные очень вкусные вон желешка у нее сочные вот разламываю вкуснятина и шкурка мягкая нежные сочные вкусные окорочка обновленные окорочка горячего копчения ничего не горчит малосольные под соли вообще сама то всем приятного аппетита и до скорых встреч а а а Продолжение следует...